На сегодняшней презентации Realme анонсировала Realme 8 Pro, который получит датчик на 108 мегапикселей. Конечно же это будет датчик Samsung, HM2, как у Redmi K40 Pro Plus и Galaxy S21 Ultra. При этом заявлена своя технология по обработке фото. Как мы знаем, Xiaomi на стоках из-за неправильного ПО, как говорят шарющие люди, делает снимки менее качественно. Посмотрим как будет у Realme с этим датчиком. Кстати говоря, это первый смартфон Realme с датчиком на 108 мегапикселей. В этом году ожидается не только Realme 8 и 8 Pro, но и Realme X8 вместе с Realme X8 Pro. Эти смартфоны выйдут в течение года. На презентации Realme говорили только о камере, поэтому технических характеристик Realme 8 Pro мы не знаем. Одной из фишек камер станет возможность записывать слоумо на перископную камеру в ночном режиме. Никто напрямую не сравнивает, но намекают на качество таймлапсов, как у экшен камер. В ночном режиме старей таймлапс можно записывать видеодвижения ночного неба. Ускоренного в 480 раз программно. Это уже третье поколение 108 мегапиксельного датчика. Как говорит Samsung, новый датчик более компактного размера в сравнении с предыдущим поколением. Датчик размером на 10% меньшей высотой модуля камеры. Всего датчиков в Realme 8 Pro будет 4. Новый 108 мегапиксельный датчик получил быстрый автофокус Super PD с определением фазы. Он поддерживает технологию NonoBinning для объединения девятки пикселей в один. Заявлена поддержка трёхкратного цифрового зума без потери качества. В этом режиме используется только обрезанные 12 мегапикселей в месте, где мы приближаем кадр. Смартфон делает 8 снимков по 12 мегапикселей подряд. Затем они объединяются в один с помощью специального алгоритма для достижения высокого качества. По большому счёту схема похожа на создание снимков в ночном режиме с одним отличием. Снимков не несколько, а 12. К камеру добавят 3 фильтра для съёмки портретов. Также добавят режим Title Shift, который придаёт объектам в кадре игрушечный вид. Короче, пошли по стопам OnePlus. Смартфоны представят в апреле этого года.